Всем привет! Меня зовут Александра, и в этом видео я, наверное, хотела бы поговорить с вами обо всём и ни о чём. Это просто такая рубрика, где я буду просто с вами разговаривать, потому что... Ой, Соняка сидит с нами, прям Алена. И тоже будет помогать маме разъясняться. Итак, это, наверное, будет такая рубрика, где я буду просто с вами разговаривать, просто говорить о каких-то своих планах, о каких-то своих делах, о том, что происходит в жизни. То, что иногда очень хочется поговорить, это как разговор с другом, очень классная, мне кажется, рубрика. Я сама очень люблю, когда блогеры так себя ведут, на и разговаривают просто на какие-то темы. Да, я себе заварила кофеёк. Сегодняшний мой такой монолог будет, скорее, он будет на тему моей истории с сектором красоты, потому что сейчас очень актуально в моей жизни. Начну, наверное, с истоков. Моя мама, она работает в сфере красоты уже больше 25 лет, чем она только не занималась уже в своей жизни, вот именно в области красоты. И поэтому мне всё это передалось, я, как бы, можно сказать, я в этом всём росла. Росла в маникюрах, педикюрах, кремах. Меня мама очень многому научила, и я могу сама сделать себе маникюр, педикюр, накрасить хной брови, выщипать форму, и даже теперь мы с ней занялись фитнесом лица, это как новомодно называется фейсбилдингом. Она меня этому обучает, тому, как работают мышцы лица, как они расположены, и как их задействовать, как их массировать. Я всю жизнь занималась именно сферой уходовой косметики, именно уходом за собой, то есть, там, какими кремами нужно пользоваться, как их и намазывать. Мы с мамой перепробовали, наверное, уже огромное количество косметики на рынке, именно уходовой косметики. Мы периодами пользовались, тестировали разные уходовые средства. Да, недавно закончился период Дарфана, ну, как закончился, просто мы перепробовали очень много разных продуктов, что-то нам очень понравилось, то, что это мы оставили в своем каждодневном использовании, что-то, конечно же, не настолько понравилось, поэтому поиски продолжаются. Ну, грубо говоря, сейчас закончился период Дарфана, я оставила себе смывку для лица, мне очень-очень нравится, не и крем, кстати, он Дарфан очень нравится. Мне вообще Дарфан как фирма очень понравилась, может быть, когда-нибудь я тоже буду делать какие-то обзоры на всю эту косметику, которую я пользуюсь, которую мы с мамой перепользовались. Также моя мама мастер перманентного макияжа, и в свое время мама сделала мне перманент бровей, стрелок и губ, она заканчивала курсы, и нужны были модели, и я согласилась, потому что я, в принципе, не понимала, что это, и я думаю, ну, прикольно, ладно, давай сделаем. Ну, и так я проходила с этим перманентом довольно долго, на моих глазах практически нет перманента, брови мы делали повторно, но и они тоже сошли практически, если я без макияжа, то там еще есть какая-то форма, но практически уже ничего нет. На губах я тоже практически ничего не вижу, но прошло уже почти 6 лет, не почти, а 6 лет уже точно прошло, даже, по-моему, 7-й пошел год. Прошел 7-й год, наверное. Обалдеть, ничего себе. Вот, поэтому, соответственно, там уже практически ничего нет. И в этот момент встал вопрос, брови мои исчезают, перманентного макияжа на мне нет, и в моей голове встал вопрос декоративной косметики, потому что недавно, месяц назад, я осознала, что я совершенно не умею краситься. Очень долгое время на мне был перманентный макияж, я никогда не запаривалась, никогда не переживала по поводу макияжа, макияжа на мне всегда какой-никакой макияжа был. И поэтому я совершенно не умею краситься, я этому не научилась, не красить брови, потому что на мне было перманент, не красить стрелки, на мне были стрелки, и, да, афро-контуринги, и все остальное вообще ни слухом, ни духом, потому что я таким никогда не промышляла. И месяц назад я осознала, что я вообще это не умею, потому что в долгий период после родов я тоже особо не красилась, мне было вообще не до этого. И месяц назад мне снова захотелось краситься, мне снова захотелось как-то себя приукрашать, и так весна, хочется быть поярче, и что я поняла? Что мой повсеменный макияж, который я до этого всегда использовала, мне не нравится, он больше к мне не подходит. Это лицо, которое я себе как бы делала, совершенно не то, что я хотела бы видеть, потому что что я красила? Я красила всегда консилер под глаза, брови, стрелку, ресницы, все. Ну, то есть это был мой каждодневный макияж, больше я ничего не использовала и не умела. То есть, что мне делать, а если мне придется накраситься куда-то, если мне нужно будет куда-то на выход выйти. Ресницы я смогу накрасить, брови я смогу накрасить, стрелку я нарисую, какую-никакую кривую. Ну, я поняла, что это огромное-огромное упущение в моей жизни, что я как девушка должна уметь сама навести марафет на своем лице. И я обратилась к своей подруге, моя лучшая подруга, она визажист. И я обратилась с ней за помощью, чтобы она помогла, научила меня краситься, хотя бы основы основ. Она пришла ко мне, накрасила меня тем, что у меня дома было, из той косметики, что у меня было. Она показала, что из этого всего можно нарисовать на моем лице. Я очень заинтересовалась, и я стала больше и больше информации об этом всем искать, смотреть видео на ютубе, о том, как краситься. Стала экспериментировать со своими бровями, с формой бровей, с тенями. Вы представляете, у меня вообще нет тени. Единственные тени, у меня три тени для бровей. Эта палетка для бровей. И то я не умею им пользоваться. Как сделать именно такой оттенок, какой мне бы хотелось. До сих пор буду уходить с этим всем делом. Я бы купила первый осознанный тональный в своей жизни буквально пару недель назад, который я реально искала сама, выбирала. Папенька. Тональный, который я сама искала, выбирала. Подбирала. Слушала отзывы. Вообще, мне это не свойственно. Обычно все мои покупки косметики основываются на том, что, мам, купи мне еще какую-нибудь косметику, подобери мне тон. Ну, хорошо. Мама тыкает вот в этот. Я говорю, отлично, берем, все, уходим. Вот так и обычно происходили покупки косметики в моей жизни. А сейчас я решила сама этим плотно заняться. И считаю, что каждая девушка должна уметь, даже если она этого не делает на каждодневной основе, она должна уметь нарисовать красивое лицо, красиво себя преподать, даже просто для того, чтобы этой бреши не было. Вот это для меня это очень важно, уметь. Даже если я не буду этим пользоваться, но уметь я должна. И что я решила сделать? Я давно-давно-давно знаю Лену Крыгину, естественно. Я думаю, что вы тоже ее знаете. Особенно если девушка интересуется косметикой, все знают Лену Крыгину. Я стала смотреть ее видео на Ютубе. Но уже давно она выпустила свою книгу, которая называется «Макияж». Давно я хотела ее приобрести, но думала, ну ладно, что она будет у меня стоять. Красивая книжечка, да, полистать интересно. Но особо я этим никогда не интересовалась. Поэтому и потребностей такой, чтобы прям взять и купить, у меня не было. Хотеть я хотела, но потребностей не было. Поэтому покупки не было. И сейчас я просто взялась и купила-таки, наконец-таки, эту книгу. Сегодня муж пойдет ее забирать. Я думаю, даже сделать обзор на эту книгу, потому что это очень интересная книга. Смотрела другие обзоры, и мне захотелось бы самой изъяснять тоже такой же обзор. И я начну, наконец-таки, учиться. Учиться сама тому, что куда намазывать, что зачем, что сначала намазывается, потом, что потом. Потому что это целое искусство макияжа. И так как на курсы походить я не могу, потому что у меня маленький ребенок, и график совершенно я не могу никуда впихнуть в курсы макияжа. А книга, какой-никакой самоучитель, который мог бы мне в этом помочь. Это была цель моего видео, рассказать вам о том, что я приобрела книгу, и что сегодня вечером я уже подержу ее в руках. И в дальнейшем я планирую рассказывать вам о своих успехах в макияже, и делать какие-то макияжи в этой книге, и снимать на камеру, рассказывать и показывать вам, как Елена Крыгина советует это делать. И я буду это пробовать на видео и показывать вам. Вот. В принципе, и все, что я хотела сказать на сегодня, просто поделиться с вами своей историей и своими планами относительно макияжа, потому что это то, чем я сейчас активно интересуюсь и активно занимаюсь. Вот. Надеюсь, вам было интересно послушать мои размышления на тему макияжа. Если вы такой же чайник по макияжу, пишите мне в комментариях, давайте посмеемся вместе. И если вас интересует книга Елены Крыгиной, то дайте мне знать, и тогда я точно сделаю обзор на эту книгу. И спасибо вам большое за этот просмотр, спасибо большое, что досмотрели до конца. Увидимся с вами в следующем видео, и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok